Здравствуйте! Тема нашего урока – формирование природно-территориальных комплексов. Сегодня на уроке вы научитесь объяснять формирование природно-территориальных комплексов, то есть географическая оболочка, материки и океаны, зоны и пояса, ландшафты с дополнительным охватом местного компонента. Перед изучением новой темы я предлагаю вам географическую разминку. Итак, задание номер один. Определите страну бывшего Советского Союза по предложенному изображению. Правильный ответ – это Россия. Задание номер два. Как называется самый крупный остров в мире? Правильный ответ. Самый крупный остров – это остров Гренландия. Задание номер три. Как называется самый крупный полуостров мира? Правильный ответ. Самый крупный полуостров мира – это Аравийский полуостров. Окружающий нас мир состоит из множества компонентов. Компоненты природы являются частями литосферы, атмосферы, биосферы и гидросферы. Компоненты природы – это почва, животные, воздух, горные породы, растения. Вместе они образуют комплекс. Комплекс – это совокупность объектов, составляющих по каким-либо параметрам единое целое. Изменение свойств одного компонента приводит к изменению всего комплекса. Многие компоненты образуют единый комплекс на определенной территории. Таким образом образуются природно-территориальные комплексы. Природно-территориальный комплекс – это территория, для которой характерны определенные закономерные сочетания компонентов природы. Он обладает природным единством, проявляющимся в его внешнем облике, например, лес, луг, степь, озеро. У природно-территориального комплекса имеются выраженные границы. Природно-территориальные комплексы бывают следующих видов. Глобальные – к ним относится географическая оболочка. Крупные – это материки и океаны. Зональные – природные зоны. Локальные – овраг, лес, пойма, реки. Географическая оболочка – это комплексная оболочка земного шара, в котором соприкасается и взаимодействует атмосфера, биосфера, гидросфера и литосфера. Рассмотрим следующую ступень природно-территориального комплекса. Это крупные природно-территориальные комплексы – материки и океаны. Материки – это обширные участки континентальной земной коры, окруженные со всех сторон водами океанов. Итак, рассмотрим их. Евразия. Площадь Евразии составляет 53,89 млн км в квадрате, или 36% от всей площади суши. Африка. Площадь составляет 30,25 млн км в квадрате. Северная Америка. 20,4 млн км в квадрате. Это площадь без островов и 24,2 млн км в квадрате с островами. Южная Америка – 17,82 млн км в квадрате. Антарктида – 13,66 млн км в квадрате вместе с шельфовыми ледниками. Австралия – самый маленький по площади материк. Площадь Австралии равна 7,69 млн км в квадрате. Подробнее о том, как сформировались материки, вы увидите в следующем видео. Начиная с верхнего каменоугольного периода, материковой области сформировали один большой материк Пангея, который принял более компактную форму в нижнем Пермском периоде. Но уже в триасовый период Пангея начала еще раз делиться. В начальной стадии Пангея распалась и разделилась на северную часть Лавразия и южную часть Гондвана, которые были разделены океаном Теттис. Расположение материков похоже на ту, которая появилась в верхнем меловом периоде. В результате дальнейшего дрейфа континента Северная Америка отделилась от Южной Америки в начале Третичного периода, и водная территория между Европой и Африкой, которая в значительной степени состояла из современного Средиземного моря, существенно сократилась. Затем Австралия отделилась от Антарктиды, увеличив размеры Индийского океана. Аравийский полуостров переместился ближе к Евразии, и индийский субконтинент сместился на север. Все материки незначительно сместились на север, до Четвертичного периода, в результате чего появилось современное расположение суши. Океаны — это обширные участки Единого мирового океана, различающиеся рельефом дна, особенностями движения и свойствами вод, а также растительным и животным миром. Рассмотрим четыре океана. Тихий океан. Площадь Тихого океана составляет 178,68 миллионов километров в квадрате. Следующий океан — Атлантический. Площадь Атлантического океана составляет 91,66 миллионов километров в квадрате. Индийский океан. Площадь Индийского океана составляет 76,17 миллионов километров в квадрате. И самый маленький океан — Северно-Ледовитый океан, площадь которого составляет 14,75 миллионов километров в квадрате. Природные комплексы океана, в отличие от суши, состоят из следующих компонентов. Воды с растворенными в ней газами, растений и животных, горных пород, рельефа дна. Зональные природно-территориальные комплексы последовательно сменяют друг друга от экватора к полюсам. Образуя тем самым широтные зоны, они протягиваются широкими полосами. К ним мы можем отнести природные зоны или климатические пояса. В их расположении проявляется симметрия от экватора к полюсам. На примере рассмотрим зональный природно-территориальный комплекс. Причиной многообразия климата Земли является то, что количество солнечной энергии, достигающей отдельных мест на Земле, различно. Поэтому на Земле существуют сходные типы климатических зон и поясов. Так же, как температура зависит от количества солнечного света, оно, в свою очередь, зависит от широты. Климатические зоны Земли напоминают пояса. Чем дальше от экватора, тем температура становится ниже. Поэтому теплолюбивая растительность сменяется холодноустойчивой. В областях, расположенных близко к северному и южному полюсу, климат становится суровее. Вследствие чего в арктических и антарктических поясах животный и растительный мир более скудны. Последний уровень природно-территориального комплекса это локальные природно-территориальные комплексы. Они охватывают небольшой участок земной коры. Это овраг, озеро, речная долина или же морской залив. Также есть озональные комплексы. Озональные комплексы сформировались благодаря процессам, происходящих в недрах Земли. Результатом их является геологическое строение и рельеф. Горы и равнины влияют на формирование природно-территориальных комплексов. Перейдем к закреплению изученного материала. Задание номер один. Назовите основные компоненты природы. Правильный ответ. К основным компонентам природы мы относим почву, воздух, животных, растений и горные породы. Задание номер два. Ответьте на вопрос. Какой океан является самым крупным океаном по площади? Правильный ответ. Самый крупный океан по площади – это Тихий океан. Задание номер три. Назовите основные слагаемые части географической оболочки. Правильный ответ. Это атмосфера, биосфера, гидросфера и литосфера. Подводя итоги урока, можно сделать вывод, что природный комплекс – это территория, обладающая определенным единством природы, обусловленным общим происхождением и историей развития, а также своеобразием географического положения. На этом урок окончен. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова